Приветствую, доброго времени суток, всем, кто меня видит и слышит, с вами, как всегда, Гарги, и это уже третья серия Кот Гиас, Восставший Лилуш. Гарги повелевает. Погнали! Эпизод третий, Одноклассница с подвохом. Одноклассница с подвохом. Ммм, зачем надо было давать одиннадцатым возможность бежать? Разве мы не должны были вернуть ядовитый газ, который они украли? Но мы подчиняемся приказу принца Кловиса. А что с генералом Бартли? Я хотел бы поговорить о происходящем с офицером штаба. Похоже, что генерал Бартли и весь командно-штабной состав покинули свои боевые посты. Вы хотите сказать, что принц Кловис сейчас совершенно один в командном центре? Да я... я так рад, Лилуш. Я слышал, что ты погиб во время завоевания Японии. То, что ты жив, это прекрасная новость. Почему бы тебе не вернуться на родину вместе со мной? Опять собираешься использовать меня как разменную фишку в дипломатических играх? Похоже, ты забыл, как мы вообще стали такими разменными фишками. Верно. Потому что моя мать была убита. Да ладно. У неё был титул Рыцаря Чести, но происходила она из простолюдинов. Без сомнения, остальные императрицы презирали её. Понятно. Но зайти так далеко... Хоть всё и выставили, как атаку террористов. Это вы убили мою мать. Это не я! Клянусь, это был не я! Тогда расскажи мне всё, что знаешь. Теперь мне никто не может солгать. Кто убил её? Давай, всё рассказывай. Классно, кстати. Ну? Шнайзель, второй принц и Корнелия, вторая принцесса. Они знают. А, то есть... Зачистчиками были они? Это всё, что тебе известно, да? Короче, они только знают. Это... это был не я, клянусь! Я её не убивал! Мне незачем было это делать! Я уже понял. Хотя... Нет, не надо! У нас разные матери, но я всё равно твой брат! Не замарав руки в крови, мир не изменишь. Застрели его, а? Он его застрелит. Вставай, Лилуш! Ты только что вырубился! Твоя рука прекратила двигаться! И что? Не обязательно было меня из-за этого бить? Это тебе наказание за то, что бросил меня на стройки. Точно, точно! И вообще, чем ты вчера занимался? Да так ничем. Ладно, ладно, ладно! Я не дам вам сменить тему! Если сейчас не закончим работу над клубными бюджетами, ни на что денег не выделят, верно? А если это случится? Клуб Верховной Езды на нас сильно разозлился, а они опять сюда вломятся! Клуб Верх! Ривал, можно серьёзнее относиться к своим обязанностям члена студсовета? Вам стоило напомнить нам о крайнем сроке хотя бы на день раньше. Лучше бы на день позже. Тогда мы уже могли бы спокойно махнуть на всё рукой. Хорошая мысль, на данный момент, по крайней мере. Решимость! Опять используйте заклинание «решимость»! Ага, ну как? Не захотелось вдруг поработать до седьмого пота? Фальшивое заклинание не даст реального эффекта. А я притворюсь, что на меня подействовала! Молодец! В здоровом теле здоровый ум! Ну, я много занимаюсь спортом, так что... Я не это имела в виду. Ты великолепна! Я тебя как следует рассмотрела со всех сторон, пока мы душ принимали. Выдающиеся у тебя округлисты и сверху, и снизу, правда? Что ты говоришь, извращенка? Говорю вам, в глубине души голова старый развратник. Взяла и сменила тему разговора на интересную ей. Да милий всегда такой класс. Ну, мы закончили планирование бюджета в срок, так давайте не будем жаловаться. Террористы применили ядовитый газ? Хуже, Синдзюк уже в 37 минутах пути отсюда. Я видела, со стороны Синдзюку поднимался дым. Это должно быть и был ядовитый газ. Есть свежие вести с места событий. Синдзюку? Я с тобой по телефону вчера об этом говорил. Как случилось, я об этом сразу узнал от одного знакомого. Эй, зацените эти фотки мертвых одиннадцатых. А, лучше не смотрите. Странно. И зачем им утаивать эту новость? А, то, что ты его грохнул? Ты его грохнул, да, значит? Да, он его грохнул. Кажется, он впервые грохнул человека, кстати. Да. Он впервые, кажется, убил. Или они замалчивают смерть Кловиса, чтобы избежать паники. Но если так оно и есть, когда они об этом объявят, я оказался гораздо чувствительнее, чем думал. Как и равнодушно и невнимательно наши чиновники ведут дела. Вы имеете в виду генерала Бартли? Убийца дважды проник на территорию с усиленной охраной. Такое поверхностное расследование его не выявит. Марграф Джереми, а теперь Принскловис мёртвый. И мы чистокровные можем... Я сделаю распоряжение. Подожди, пока я не перетяну всех на нашу сторону. Карен, сто лет, сто зим! Ты в порядке? София так за тебя переживала. Уже выздоровела. А, она там чё делает? Но мне нельзя переутомляться. Вот она что. Всё думал, почему она показалась мне знакомой. Ведь если буду так много пропускать, то не смогу с вами общаться. И на кого это мы пялимся, мой дорогой Лелуш? Может, ты на неё запал? Просто думаю, как непривычно её видеть. Её ведь не было с самого начала семестра. Карен Штаттефель. Подача! Я слышал, у неё проблемы со здоровьем. Она и в прошлом году в школе почти не показывалась. И при этом у неё лучшие в классе оценки. Знатное происхождение, богатство и кротки, но всё при ней. Чувак, у тебя губа не дура. Всё не так. Да ладно, не отпирайся. Но на мой взгляд, она слишком уж домашняя. Пчела! Это пчела! Карен, беги! Она что, не японка? Беги быстрее! И откуда здесь пчела? Думаю, где-то поблизости есть. А ей настолько пофиг, она через такое прошла. Заколебала. Надоело прикидываться долбанной инвалидкой. Привет! Чё, он меня видит? Да, это была она. Могу я вам чем-нибудь помочь? Отвечай на мой вопрос. Нейроны мозгов. Чик. Да! Это ты пилотировала Глазга вчера в Синдзюку? Да! Почему стала террористкой? Пусть мой отец был британцем, но я японка. Полукровка? Но к чему такие крайности? Ага, всё понятно. Это вы что-то хотели? Нет, просто мимо проходил. Ах да, для верности. Никому ни слова о том, что произошло в Синдзюку. А при чём здесь Синдзюку? Почему вы его упомянули? Возвращайся в класс. Только после того, как ты ответишь на мой вопрос. Не работает? Да что здесь происходит? Лулу! Карен! Видимо, работает... Только один раз. Сейчас будет лабораторка! Пора к опыту готовиться! Вот, блин! А мне ещё готовить оборудование к эксперименту! Не сработало. Но... Что прикажете делать, если он сегодня тоже поздно? Я подожду. Он сказал, что мы поужинаем вместе. Ну вот, готово. Птица? Да, это журавль. Потрясающе. Японцы такие умелые. Госпожа Нанари? Прошу прощения, я сильно задержался. С возвращением, братик. С возвращением, господин. Я вернулся, Нанари, Саэко-сан. Как вам уже известно, проект полностью провалился. Поэтому я распускаю этот исследовательский центр. Что? Но ведь... Я обустроил для вас местечко в Нарите. Перевозите все туда. И то, что никто из нас этого не помнит, не меняет того факта, что я и другие офицеры штаба бросили там принца Кловиса одного. Меня, скорее всего, отзабут обратно на родину, чтобы привлечь к ответственности. Если его величество узнает, что этот эксперимент был проведен без его ведома, а я об этом знал... Слушаюсь, Саэ, мы подготовимся к переезду так быстро, как только сможем. Это... это была... Саэко-сан сейчас учила меня складывать оригами. И если многократно складывать листок бумаги, то может получиться птица, корабль, или вообще что угодно. А... Не нужно говорить так быстро. Я никуда не денусь. Спасибо, брат. Всегда пожалуйста. Я так рада. Прошлой ночью ты меня напугал. Правда? Прости. Мне надо было кое о чем подумать. Эй! Может, пока нас здесь и укрывают, но будет ли семья Эшфорд всегда нас поддерживать? Если бы Ширли и Ревала, все остальные узнали, кто мы такие, они бы от нас отвернулись. Наша судьба быть политическими марионетками, или жертвами чьих-то заговоров. Я должен этого добиться. Создать мир, в котором Наноли может жить счастливо. Она меня и этому научила. Японцы так дают клятвы. Душой не кривлю. Надеюсь, что умру. Тысячу иголок съем, если я совру. Клянусь! Теперь мне страшно. В один прекрасный день мне, возможно, придется проглотить тысячу иголок. Именно. Так что впредь лучше не уйти. Порядок. Не буду. По крайней мере, тебе никогда. Ну, даже не знаю, чувак. Ты встал на скользкую дорожку. Ну, теперь все понятно. Его мотивы абсолютно очевидны. Это мое единственное оружие. Я даже не знаю, как его использовать. Белуш! Урок скоро начнется. А, знаю. Ну-ка. Учитель, вы не могли бы мне сказать, какими будут темы сочинения на экзамене? Взятие Эдинбурга, перенос столицы в Новый Свет и война севера с югом. Получается, я не утратил свои силы? Учитель. Учитель, вы не могли бы мне сказать, какими будут темы сочинения на экзамене? Вместо шуток лучше бы усерднее занимался. Ты справишься с экзаменом, если постараешься. Понял. Как я и думал, на одном и том же человеке работает только один раций. Ну, и как тебе жизнь в твоей старой доброй школе? Как в клетке. Вчера был урок истории. Слушай, может мне следует к вам вернуться? Сейчас вся армия поднята по тревоге. Оставайся там, пока все не устаканится. А что насчет того голоса по радио? И как ты его найдешь по одному голосу? Кроме того, Наука был счастлив от того, что ты опять ходишь в школу. А пока я забыть о том, что случилось с Синдзюком, я свяжусь с тобой позже. Видимо, это ее брат. Синдзюку. Понимаю, но... Никому ни слова о том, что произошло в Синдзюку. Мог ли это быть... А его голос? В первую очередь, это было обучение аристократии. Путем проведения представителей правящего класса через программу интенсивного обучения и тренировок. Вывели по роду наиболее компетентных правителей. Он похож. Или это он и есть? Нет. Я не так хорошо помню тот голос, чтобы быть уверенной. Хорошо, достаточно. С возвращением на трон Генри Девятого, сына Великой Елизаветы Первой, Золотой Век Тюдоров... Все, о чем я ей сболтнул, это то, что я знаю про Синдзюку. Однако... Если ему известно, кто я... Тогда при первой же возможности... Я должна с ним расправиться. Ну, короче... Что с исследовательским центром? Мы вестили в Нариту прошлой ночью. Ясно. Везут. Простите меня, Ваше Высочество. Ты ему пофиг сейчас. Их фирменный травяной чай просто класс. Обязательно попробуй. Слушай, Лулу, мы сейчас собираемся. Прости, может в следующий раз? У нас проблемы. Ой, я так и знала. Ты должна идти прямо домой, да? У тебя комендантский час? Что это? Можешь сойти со мной на минутку? Хочу кое-что тебе сказать. Хорошо. Я ожидала, что ты меня об этом попросишь. Ах, все. Это что такое сейчас было? Теперь ты осознаешь нашу решимость? Я же вам сказал! Что ничего не помнишь? Все еще продолжаешь использовать эту жалкую отговорку? Спросите остальных, если вам нужны доказательства. Пытаясь уйти от ответственности. Какая низость с твоей стороны? Я более не позволю тебе оставаться подле его величества. Я и понятия не имела, что в школе есть такое место. Это клубный дом для нужных студсовета. Он был задуман достаточно большим, чтобы здесь можно было проводить баллы. И нас здесь никто не потревожит. Именно. Вот она! Нашла, нашла! Смотри, это ведь она? Да, это она! На ней данные эксперимента. Ох, блин, теперь спина болит. Нашли. У меня все готово. Начнем. Ух ты, супер! И не ждали, что у вас были. Хвалите, хвалите меня еще и еще. Эээ, а что здесь происходит? А разве ты не за этим ее сюда позвал? Мы принимаем Карен в члены студсовета. Мой дед попросил нас это сделать. Директор школы попросил? Ага. Он сказал, что ей будет сложно принимать участие в работе обычных клубов. Из-за ее проблем со здоровьем. Ах да, я Милли, глава студсовета. Как поживаешь? Рады знакомству с вами. А я ревал, секретарь. Если что-то не понимаешь, просто спроси у меня. Я Ширли, из секции плавания. Рада знакомству. А я Нина. Приятно познакомиться. Извиняюсь, Ширли. Не могла бы ты мне помочь с этим подносом? О, Нана, спасибо. Нана, ли, и ты здесь? Это младшая сестра Лилуша. Я пока в средней школе, поэтому не вхожу в состав студсовета. Все в порядке. Ты же скоро будешь в него входить, верно? Точно. Рада знакомству с вами, Карен-сан. Я тоже очень рада. Ну что ж, первым делом поднимем тост. Кампанское? Лена, тут советы, нельзя пить спиртное. Ну ладно вам, ребята, расслабьтесь. Нам нельзя это пить. Что происходит? Держи, Нанари. Лилуш, лови. Тебе не сбежать с этой штукой, Лилу. А что сейчас случилось? Есть сменная одежда. Саёка за ней пошла. Поэтому я и ненавижу британцев. Устроили, голдёж. Это я, Лилуш. Сменную одежду принёс. Можешь заходить. Здесь есть занавеска. Эм, прошу прощения за этот случай. Иногда наши могут быть чуть-чуть шумными. Не так уж плохо немного веселиться время от времени. Одежда моя, ты не про... Не волнуйся. А ты быстро успел сбегать до мужского общежития? Я живу здесь. Моей младшей сестрёнке было бы тяжело жить в общежитии. И директор школы в виде исключения позволил нам жить здесь. Вот как. Ладно. Стой! Можешь подать мне эту сумочку? Конечно. А ты сильнее, чем я думал. Тот день, ты был с Синдзюку? Ты о чём? Не придуривайся! Почему ты упомянул Синдзюку? А что не так с Синдзюку? Не отвечай вопросом на вопрос! Ответь да или нет. Это всё, что я хочу услышать. Если я не возьму трубку, кто-нибудь придёт. Хорошо. Алло, студсовет Академии Эшфорд. Сэйтогай. Нет, я... Это тебя. Говорит, что если ты с ним поговоришь, то сразу его узнаешь. Интересно. Алло. Рад, что ты живая-здорова, К-1. А... Он вроде бы тут... Я ошиблась? Послезавтра в 16.00. Смотровая площадка на старой токийской телебашне. Приходи одна. Кто ты? Как ты организовал приказ о прекращении огня? Эй, не вешай трубку! Что значит приказ о прекращении огня? Похоже, у тебя довольно опасные друзья. Это было... Дай угадаю. Это было о какой-то онлайновой игрушке, верно? Ага, так оно и есть. Я ведь почти не выхожу из дома. Поэтому я и предупреждал тебя ранее, что тебе не следует упоминать о Синдзюку. Есть парни, которые специально захотят показать девушке вроде тебя фото и видео оттуда. И, кстати, мне тебя видно... всю. Слушай, я никому об этом не скажу. Ладно, до встречи. Я была не права. Рад, что ты жива и здорова, К-1. Кто? Ага. Понял. Горничную. Настоящей работы в студсовете немного. Кроме эпизодической бумажной работы мы планируем школьные мероприятия. Мероприятия в смысле культурный фестиваль? И еще фестиваль смены ролей, вечеринки полной тишины и день уроков в купальниках. А это еще что? Странные вкусы нашей главы. Теперь тебе тоже придется в этом участвовать, так что готовься. Братик, беда! В чем дело? Принц Кловес смертный. Говорят, что его умеет. Принц Кловес скончался. Сражаясь с одиннадцатыми за мир и справедливость. Он умер мучеником. Мы все должны отбросить скорбь и последовать его воле. Мы только что получили свежую информацию. Человек, подозреваемый в убийстве, был спачен. Согласно отчету, арестованный, жалованный британец. Вы что здесь делаете? Рядовой Куруруги Сузаку, подозреваемый, бывший одиннадцатый, жалованный британец Куруруги Сузаку. А вот это нечестно. Это реально сейчас нечестно. Это сейчас реально нечестно. Это что за подстава? Это что за гниды? Алло, он вообще-то вам... Он вам жизни вообще-то всем спас. Порфин своих пошел. Козлы. Нет, я... Я немножечко это... Извиняюсь. Но это реально сейчас несправедливо было. Ладно, хорошо, с самого начала. Одноклассница с подвохом. Ну, ясное дело, идет речь о Карене. Я удивился там Карен, увидев. Она же японка, я думаю. Вот, между прочим, вот один из очень редких минусов. Непонятно, какой национальности люди. Я думал, это она полная японка. А оказалось, что у него отец британец и мама японка. Ну, насколько я понял. Кстати, между прочим, японские корни очень сильные. И я просто хочу сказать о том, что какой бы другой национальности бы человек другой не был, то все равно было бы заметно. Ну, видимо, здесь практически проскочило. Мы более ясно стали разбираться в мотивах Ленуши. Нам более ясно все стало. Почему и зачем он все это вообще затеял? Видимо, у него ясный, сильный зуб. Все понял. Короче, у них там многоженство у императора. Мать у него была просто людинкой, просто рыцарем. Рыцарем была. Рыцарем. Да. Рыцарем была. И, видимо, и сестра была вторым ребенком. Я помню просто тот момент, когда она кого-то там прикрывала. И, видимо, пуля задела и девочку тоже, сестру Лелуша. Поэтому она не видит. Видимо, там очень жестко. И во время, видимо, войны Японии, ну, войны Британии против Японии, да, они, скорее всего, хотели устранить матерью лучше и вообще всю эту, скажем так, ветвь королевскую. Но, видимо, кто-то в курсе о том, кто он такой. Там их прикрывают и в школе он учится. Но без этих, без, скажем так, выявления собственной фамилии. Ну, и что делать, и правильно. Видимо, они там в черном списке. Кловеса убили. Лелуша его убила. Ну, что вы по этому поводу ему сказали. Я понимаю теперь Лелуша. У него очень большая ненависть к собственной семье. Потому что, ну, явное дело, мать убили у него и сестру инвалидом оставили, конечно, мягко говоря, в Афиге. Но теперь у него появилась сила и возможность и способы мстить. А как мы будем мстить? Будут пользоваться теми, теми, точнее, теми, у кого цели схожи. Ну, почти схожи. У них просто враг один. Только вот у Лелуша не британцы враги все, а британская семья. А вот у японцев, у японцев другая. Короче, японцами будет командовать сейчас тип, у которых включили зуб на нечто другое. Короче, будет использовать их собственную цель. Черт, как жизненно, а? Реальный патриот, который когда свободный сестра, он не приказывается. Разные политические сволочи, как Марионеткини. А Лелуша, сволочь, убил. И при этом, между прочим, видимо, впервые убил. Это же не было самооборона, это не было же подвиги. Это же не было же Гьез у него в глазу, то, что те сами себя поубивали. А он лично нажал на курок. Карен чуть было не расшифровал Алилуша. Чуть было. И Лелуш понял, что, между прочим, Гейз работает только один раз на одного человека. Это тоже очень полезная информация. Да. Нет, ну на самом деле, честно, я с Карен был очень неудобен. По факту, самые крутые войти сопротивления, японского сопротивления, нифига не японцы. И, ну, и конец меня просто ошарашил. Сузаку обвинили во всех смертных реках, несмотря на то, что он там вообще несколько отрядов спас. Он туда явился, он там перебил повстанцев всех. Ну, как перебил, он давал им возможность убежать. Но при этом он спас многих британцев, британских военных, между прочим, спас в этот момент. Он же там расчистил все, а ему за это обидно, очень обидно. Надеюсь, Лелуш что-нибудь предпримет. Я очень надеюсь. Что, что была третья серия. Кот Гез, восставший Лелуш. Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на четвертой серии. Удачи!